на ядерную физику меня не хотели отпускать это уже было мое решение но вот именно связать с наукой в дальнейшем свою деятельность как тот само собой получилось так и семейному я училась 10 11 класс в лице при нашем томском политехническом университете там уже в принципе был была направленность на физику и на математику но в принципе мне казалось что я больше такая техническая девочка они стихи и что-то так в таком роде вот и как-то после экзаменов мы шли с ребятами мимо главного корпуса политеха там были студенты они просто начали очень ярко рассказывать про ядерную физику я подумала действительно это же то что мне нравится вот сказала папе папа сказал ой да у тебя не получится и тут мне вообще это все разодорило я в итоге поступила на ядерную физику и закончила и бакалавриат магистратуру на данном направлении мне еще была специальность безопасность нераспространения ядерных материалов это очень интересно это мирный атом и регулирование международных отношений то есть это и физика и в итоге какая-то такая интерес что-то действительно интересное поэтому все было вполне органично правда это очень интересно я никогда не любила химию это мне было это сложно вот это вот мне нравилось это меня увлекало и в принципе все как-то и тут и и разносторонне было потому что и и прямо физико-физикой я начала выступать на конференциях конференции молодой атомщики сибири участь бакалавриате и конечно же первые первые разы я не занимала не получала дипломы просто выступал не задавали вопрос но это был хороший опыт именно для того чтобы понять что ты знаешь можешь ли ты отвечать на вопросы и впоследствии это был как тренажер и уже потом я занимала призовые места дипломы со степенью и поэтому я думаю я выросла на этой конференции это было своего рода школа выступления конференция молодой атомщики сибири это та конференция которую организует кафедра на которой я училась первого курса и получается это было первое место где я в принципе выступала со своими докладами своей предоставляла свою научную работу это всегда очень волнительно когда ты не не умеешь опыта выступлений впервые что-то рассказывать но конференция молодой атомщики сибири было хорошее место для того чтобы сделать первые шаги очень уютно я бы сказала обстановка страшно но вокруг такая хорошая атмосфера что тебе в принципе довольно комфортно там выступать и вот мне кажется это первое место на которой первое место где я выступала дальше был уже даже пострашнее потому что это все равно знакомые тебе люди организуют ее и выступает большинстве своем тоже люди которых ты знаешь но приезжают и другие выступающие папа ученый вот я получается продолжаю немного его деятельность и там не то чтобы у меня были какие-то к этому порывы родители хотели ну и вот как-то само собой так и получилось он занимается медицинским материаловедением и сейчас я этим же тоже занимаюсь только у него более обширный спектр того чем он занимается я разрабатываю повязки для гнойных ран а папа занимается и повязками покрытиями плантантов и вообще очень много и адресная доставка лекарства много всего у меня более узкая направленность сейчас мне кажется что мы делаем что то что в итоге сделает людей будет добром для людей потому что проблема гнойных ран она очень распространена эффективного лечения для этого сейчас не особо много и но помочь людям в целом ну и в принципе ядерная энергетика и именно мое подразделение безопасность это тоже все было направлено на благо блага людей то есть все равно что-то сделать хорошее для людей когда ты не просто живешь вот какой-то вклад вставляешь это вот приятно меня мотивирует то что в итоге мы сделаем продукт который будет полезен обществу ну то есть получается результат но и сам процесс мне тоже нравится мне нравится то что у меня не скучная работа я не делаю каждый день одно и то же у меня постоянно разные эксперименты или еще какие-то занятия то есть я могу писать статью могу делать эксперименты могу думать над тем как улучшить нашу повязку это всегда какой-то разный вид деятельности и это не скучно мне кажется это нужно усидчивость и нужно реально верить в то что ты делаешь потому что иногда бывают какие-то выгорания ты думаешь да я занимаюсь чем-то вообще не тем и что я здесь делаю но в итоге ты потом думаешь да это же не просто так все и просто немного времени нужно перебороть это в себе все-таки сидеть делать и все получится